10.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот что вы увидите сегодня. Ковид возвращается. В мире фиксируют вспышки коронавируса. В Казахстане показатели практически нулевые. Что говорят в ВОЗ? В Казахстане предложили ввести запрет на экспорт пшеницы. Есть ли дефицит зерна и муки, рассказали в МСХ. Подробности в деловых новостях. Месяц войны в Украине. Владимир Зеленский обратился к миру. Главное о конфликте к этому часу. Об этом не только прямо сейчас. Крупные вспышки коронавируса наблюдаются в странах Азии и Европы. А в ряде государств отмечен самый высокий уровень смертности с начала пандемии, сообщил глава ВОЗ. По мнению Тадроса Атханума Гибрисуса, опасность заражения сохранится, пока правительства не достигнут высокого охвата иммунизации. Как выяснилось, на сегодня треть населения планеты до сих пор не вакцинирована. В организации рассчитывают, что к середине этого года удастся привить до 70% людей. Мы все хотим покончить с пандемией, но как бы мы этого не хотели, она не закончится. Пока мы не достигнем высокого охвата вакцинации во всех странах, мы по-прежнему будем сталкиваться с риском роста числа инфекций и появлением новых штаммов, не поддающихся вакцинации. Эпидобстановка у нас в стране пока не вызывает опасений. За минувшие сутки выявлено всего 12 новых зараженных. Это один из самых низких показателей с начала пандемии. В последние дни в регионах выявляют единичные случаи заболевания. Заметно снизилась и нагрузка на стационары. Сейчас лечения продолжают получать около 600 пациентов. Большая часть из них переносит болезнь легко. Все города и области Казахстана находятся в зеленой зоне. Между тем в Израиле вновь растет заболеваемость коронавирусом. Пока показатели не очень высокие, но власти уже встревожены. В законодательном органе вновь обсуждают возможность введения карантинных ограничений. Рассказывает Сергей Услендер. Со всеми событиями последних недель про коронавирус как будто забыли, словно его и не было. Но инфекция никуда не делась и сразу напомнила о себе. В Израиле показатели заболеваемости, упавшие до рекордно низких значений, снова поползли вверх. Количество положительных тестов увеличилось, но главное увеличился коэффициент заражаемости. Теперь он выше единицы и это плохой симптом. Особенно на фоне почти остановившейся вакцинации. Чего скрывать? За два года ковид всем надоел. И кого могли испугать, испугали. Кого могли уговорить привиться, те привились. Остается всегда прослойка неподдающихся. Если мы говорим про развитые страны, там где вакцины доступны, и доступен широкий спектр вакцин, хорошо себя зарекомендовавших. Одна из причин роста заболеваемости, как и ожидалось, военные действия в Украине. На момент эскалации в стране в разгаре была волна омикрона и небывалый со времен Второй мировой войны. Поток беженцев привел к стремительному распространению вируса. Израиль, несмотря на то, что находится почти в трех тысячах километров от Украины, не избежал последствий. Поток репатриантов оттуда и из России вырос многократно. И это тоже факторы сегодняшнего роста заболеваемости. Если учитывать, что уровень вакцинированных людей в этих странах был не очень высок, мягко говоря, и популяционного иммунитета выработано не было, и заболеваемость к моменту начала войны, к моменту миграции большого количества населения было на достаточно высоком уровне. Понятно, что это вызвало рост ковида в тех местах, куда они мигрируют. В правительстве уже прошло специальное совещание о планах по борьбе с заболеваемостью. Обсуждается вопрос введения ковидных ограничений, пока небольших, вроде обязательного масочного режима или сокращения массовых мероприятий. В больницах тоже готовятся к очередной волне. И снова власти призывают граждан вакцинироваться или получить бустерную прививку. Сергей Услендер, Хабар 24. Международное агентство ФИЧ аннулирует рейтинги всех российских компаний, попавших под санкции Евросоюза. Оценки будут отозваны до 15 апреля. Эта мера коснется и всех подразделений компании. Я напомню, ранее ФИЧ объявила о приостановке своей деятельности в России. Прямо сейчас в эфире деловой обзор с Камилой Тастанбековой. Предпосылок для введения запрета на экспорт зерна в Казахстане нет. Данная мера в текущих реалиях может принести одни убытки. Так считают отечественные сельхозтоваропроизводители. Фермеры, входящие в состав Зернового союза страны, решили озвучить свою позицию по поводу предложений мукомолов. Напомню, опасаясь дефицита сырья и роста цен на внутреннем рынке, они заявили о необходимости ввести запрет на вывоз из Казахстана зерна. Также переработчики считают, что нужна временная экспортная пошлина. Это, по их мнению, поможет сдержать цены на социально значимые товары. В Зерновом союзе страны выступают против этих предложений. Фермеры говорят, что такие действия для поставщиков обернутся снижением цен на сырье и не позволят продать его по справедливой рыночной цене. Это однозначно приведет к потере доходности у сельхозтоваропроизводителей. Мы очень сильно зависим от пестицидов, гербицидов и так далее. Все это заводится в страну за валютную выручку. То есть мы покупаем, соответственно, все подорожало. Запчасти на иностранную технику, все подорожало. Это ложится на себестоимость производства сельхозпродукции. И в таком режиме вводить какие-то запреты, заведомо понимая, что это понизит доходы сельхозтоваропроизводителей. У меня появляются такие ассоциации, когда человек пилит суп, на котором сам сидит. Тревога Мукамола связана с запретом экспорта зерновых культур, которые ввели в России. По данным Союза зернопереработчиков Казахстана, в этом году импорт сырья из соседнего государства в нашу страну ожидался на уровне 3,5 миллионов тонн. Такой объем, ввозимый по цене ниже рыночных, помогал сдерживать цены на пшеницу. На внутреннем рынке выступал одним из факторов для стабилизации цен на социально значимые товары, считают Мукамолы. Тем временем в Министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что не допустят дефицита пшеницы и муки в Казахстане. Имеющихся запасов, а это больше 7 миллионов тонн пшеницы, достаточно для обеспечения всех внутренних нужд. По подсчетам ведомства, этот объем даже покрывает двухлетнюю потребность республики в сырье. Сельхоз товаропроизводителей в свою очередь предлагает ввести в Казахстане наблюдение за экспортом и поставить лимит на вывоз зерна. Если есть там сомнения у некоторых участников рынка, мы бы предложили, допустим, Минсельхозу ввести так называемое наблюдение за экспортом и, условно говоря, поставить планку. То есть мы, как только мы вывезли 4 миллиона тонн, ТПО закрывать экспорт. И я думаю, всем это будет понятно, всем будет прозрачно, и участникам, и экспортерам, и импортерам, нашим партнерам. Но в то же время это даст возможность рынку спокойно работать и грузиться. А у Минсельхоза сейчас есть все инструменты для того, чтобы это наблюдение осуществить. Это несложно делать с те же фитосанитарные сертификаты, которые выдаются на экспорт. И вновь к событиям в мире. Рено приостановило работу своего завода в Москве. Решение было принято на заседании Совета директоров. В опубликованном на сайте компании заявлений также сказано, что руководством автоконцерна оцениваются все доступные варианты, касающиеся его доли в АвтоВАЗ. Это почти 70% акции. Рено также пересмотрело финансовый прогноз на этот год. Компания теперь ожидает рост операционной маржи на 3%. И в завершение обзора доллар к этому часу, по данным Национального банка страны, стоит 505 тенге 22 тина. А рубль почти 5 тенге. Финансовые аналитики, к слову, ожидают укрепления тенге. Благоприятные для этого факторы курс российской валюты по отношению к доллару и цены на нефть. Таким был деловой обзор на сегодня. Ну и к главной теме всего мира Владимир Зеленский. В новом видеообращении, приуроченному к месяцу военного конфликта в Украине, попросил у НАТО и Евросоюза больше оружия. Глава государства призвал западные страны активнее бороться с, цитата, российской агрессией, в том числе усиливая экономические санкции. Он отметил, что страна пока не получила самолеты и современное противоракетное оружие. Украинское небо так и не обезопасили от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили танки и противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. А страны НАТО намерены наращивать военные силы у восточных границ блока. О готовящемся решении сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Встреча членов НАТО, в которой примет участие и президент США Джо Байден, должна состояться сегодня в Брюсселе. Дополнительные войска будут размещены на территории Венгрии, Словакии и Болгарии. Всего около 40 тысяч солдат. Совет Безопасности ООН отклонил гуманитарную резолюцию России с призывом о прекращении огня в Украине. Западные дипломаты посчитали этот шаг Москвы циничным и оскорбительным. За российскую резолюцию в итоге проголосовали только она сама и Китай. Остальные же 13 стран-членов Совбеза воздержались. Нормы документа призывают к остановке боевых действий для эвакуации гражданского населения. Действительно бессовестно, что Россия имела наглость выдвинуть резолюцию с просьбой к международному сообществу разрешить гуманитарный кризис, который создала только Россия. Соединенные Штаты намерены воздержаться по проекту резолюции, потому что России нет никакого дела до ухудшения гуманитарных условий или миллионов жизней и мечтаний, разрушенных войной. Если бы это их заботило, они бы прекратили боевые действия. Тем временем Россия высылает американских дипломатов и объявила их персонами нон-грата. Это было сделано в ответ на высылку российских дипломатов из США. Две недели назад Вашингтон призвал покинуть страну 12 сотрудников российского представительства при ООН. Сколько американских сотрудников будут высланы в ответ, в российском МИДе не уточнили. Россия не оставляет попытки возобновления наступательных действий для захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. В ведомстве отмечают, что войска противника не выполнили задачу по входу в административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению столицы и установлению контроля над левобережной частью Украины. Между тем, в Харькове в результате обстрелов уничтожено около тысячи домов, заявил мэр города Игорь Терехов. Сотни людей прячутся от бомбардировок в метро. Тяжелая обстановка и в Мариуполе. Крупнейший портовый город страны почти месяц находится в осаде. Там осталось около 100 тысяч жителей. Накануне сообщалось, что украинским властям по безопасным коридорам удалось эвакуировать почти 3 тысячи человек. Россия и Украина уже дважды обменялись пленными, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Правда, их количество не уточняется. В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что утверждения российских властей не соответствуют действительности. В начале месяца в офисе Зеленского рассказали об обмене девяти россиян на похищенного мэра Мелитополя. Информацию об этом подтвердила полномочный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. В США жители южных штатов приходят в себя. После разрушительного торнадо больше всего пострадал новый Орлеан. Множество домов превратились в щепки, перевернутые автомобили. Скорость ветра, по данным Национальной метеорологической службы, достигала 250 км в час. Сообщается о как минимум двух погибших. Десятки тысяч граждан остались без электричества. Во власти непогода оказалась и столица Парагвая-Асуньсьон. После проливных дождей улицы превратились в реки. Вода смывала все на своем пути и уносила течением даже автомобили. Прогнозы синоптиков неутешительны. Высока вероятность выпадения новых осадков. Усиление ветра и осадки ожидаются. Между тем, сегодня на большей части Казахстана в Нур-Султане прогнозируют метель и гололед. В Алматы снова пройдет дождь. С утра почти все трассы открыли. По данным онлайн-карты Казахавтодора, запрещено движение для всех видов транспорта на нескольких участках дорог. В частности, пока что нельзя выехать из Державенска в Садпаев. Последствия непогоды на трассах республиканского значения устраняют. Сейчас почти 600 единиц спецтехники, сообщили в Казахтожоле. С 19 по 24 марта ограничение движения вводилось в 86 раз. А в Нур-Султане за сутки зарегистрировали 124 ДТП. По информации столичного департамента полиции, погибших нет. Жители села Шанханай, что в Алматинской области, вынуждены сегодня пить воду из ручья. Хотя еще три года назад там провели новый водопровод стоимостью, даже трудно представить, почти 200 миллионов тенге. Однако долгожданной воды сельчане так и не дождались. Почему разбирались наши корреспонденты? Жительница села Шанханай Меруэрт Стыбаева каждый день ходит за водой к ручью. Воду таскать домой приходится при любой погоде, говорит она. Всю зиму воды не видели. Толку, что провели водопровод домой. Воды-то как не было, так и нет. Стиральной машиной вообще пользоваться не можем. А еще нас за воду платить заставляют. За что платить-то? Раньше сельчане пользовались водой из колонок. Ну а когда сюда решили провести новый водопровод, обрадовались, что теперь вода будет в домах. Однако теперь им и вовсе приходится набирать ее только в определенные часы. Нам на верхней улице вода не поднимается. Когда проводили водопровод, все перекопали, так и все и оставили. И дороги нет, и воды. Все улицы таскаем ее вот с этого ручья. 21 век на дворе, а мы все в Средневековье застряли. В субботу-воскресенье воды вообще нет. Пять дней работаем. У нас дети. Их мыть надо, вещи стирать. Весь выходной уходит на то, чтобы воду домой таскать. По словам Акима сельского округа, воду в селе подают по графику. Утром нижней части села, вечером верхней. Ну а если не успеешь, при любой погоде идешь к ручью, говорят сельчане. Когда эту водонапорную башню ставили, мы просили, чтобы ее установили возле каптажа. Но проектировщики решили, что она на этом берегу должна быть, а насосы ниже поставили. Видно, их мощности не хватает, а мы вынуждены без воды существовать. Сейчас идет, возможно, идет понижение уровня на каптаже. Для этого нам нужно просто сейчас проверить уровень залегания воды подоносного пласта. И если понадобится, значит мы будем менять глубинные насосы на более мощные. Но для этого выйдут специалисты ЖКХ и полностью проведут проверку. После получения заключения по данному вопросу мы уже примем окончательное решение. В районном Акимате заверили, что решат проблему за две недели. Гульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар-24, Алматинская область. Дефицит поливной воды в Жамбылской области заметно тормозит развитие сельского хозяйства. В большей степени в вегетационный период регион зависит от Кыргызстана. Но соседи не всегда соблюдают установленный график сброса воды. И как итог, не самый лучший урожай. Местные специалисты и фермеры говорят, что частично снизить водную зависимость поможет строительство новых водохранилищ. Эту тему в области поднимают вот уже несколько лет. Но пока все это безрезультатно. В хозяйстве Жумабека Жанаева 300 гектаров земли. Раньше помимо зерновых здесь выращивали и сахарную свеклу. Но из-за острой нехватки поливной воды сеять сладкие клубни перестали. А в этом году и вовсе посевную площадь сократили в два раза. Все вооборот добавили культуры, устойчивые к дефициту влаги. Возможно так, фермеру из Курдайского района удастся предотвратить больших убытков. В прошлом году их сумма превысила 10 миллионов тенге. Сейчас боимся мы. Вот два года мы даже, честно сказать, ничего не получили. Только на убыток работаем. Только на кредит чуть-чуть работаем. Все, которые взяли, технику вот эти. На том, что поливной у нас общие 500 гектаров, из них воды доходит где-то 100 гектаров. Остальные все уже лет 10 засухов нет воды. А вот это 100 гектаров осталось, для этого на этот порядок тоже сказали 30% только сеять. Дальше воды не будет. Каждый год мы делаем соглашение на 23-24 гектара, 1000 гектаров соглашение делаем. Они обязуются нам миллионов 300 кубов воды поставлять. В конце, фактически, мы получаем где-то 140-150 миллионов кубов воды. Это получается где-то около 50%. Поэтому у нас из 39 тысяч гектаров полив на земель только поливается 20-21 тысяч. Жамбулская область на 80% зависит от водных ресурсов соседнего Кыргызстана. Воду для полива аграрии получают из трансграничных рек Шу и Талас. Но в полном объеме на поля она не поступает. За последние пять лет только по Шуцкому бассейну в среднем земледельцы недополучили больше 124 миллионов кубометров воды. А в том году до них дошло лишь 48% живительной влаги от запланированного объема. В итоге многие лишились урожая и понесли убытки. Решить водную проблему в регионе намерены строительством трех водохранилищ. Одно появится на границе Байзакского и Таласского районов, а два других в Курдайском районе, на реках Калгуте и Эргайте. Строительство водохранилища обсуждают на протяжении нескольких лет, но работа не сдвинулась ни на шаг. За это время специалисты определили только место возведения будущего объекта. Горную местность выбрали не случайно. Будущий объект объемом 15 миллионов кубометров воды намеренно наполняет за счет реки Эргайты и горных Талых вод. Начать строительство водохранилищ планировали еще в прошлом году, но тормозит работу подготовка документов. Разработка ТЭО немного затянулась, потому что подрядная компания несколько раз в госэкспертизу подавала, исправляла ошибки. Вы знаете, водохранилище, надо подходить щепетильно, потому что это безопасность населения. Сейчас в данное время готова техника экономического обоснования на эти водохранилища. В прошлом, в 2021 году, в ноябре месяце мы взяли госэкспертизу. Дальше в этом году планируем разработать проектную смертную документацию на эти три водохранилища. В данное время нас поддерживает Министерство финансов и скоро, в течение двух-трех недель, будет Веселиканская бюджетная комиссия. Общая стоимость проектов водохранилищ чуть больше 25 миллиардов тенге. Возводить водные объекты, возможно, начнут в конце этого года, если выделят средства. Появление новых водохранилищ поможет снизить водную зависимость от Кыргызстана в вегетационный период и увеличить число орошаемых земель региона, заверяют специалисты. Но пока это планы, а в реальности аграриям в очередной раз придется испытать трудности. Ведь дефицит поливной воды и засуху прогнозируют и в этом году. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Руслан Хатила, Жамбылская область, Хабар-24. Мы вновь в эфире. ФИЧ Рейтингс аннулирует рейтинги попавших под санкции Евросоюза российских компаний и их подразделений. Это произойдет до 15 апреля. Свою деятельность Международное рейтинговое агентство приостановило в России еще в начале марта. Ранее его эксперты спрогнозировали инфляцию в России на уровне 18% к концу года. На основе подобных оценок у потенциальных кредиторов есть понимание о вероятности своевременной выплаты взятых на себя финансовых обязательств. Альтернативы рынку ЕАЭС нет, а западные санкции – это окно новых возможностей. Такой видят текущую ситуацию ведущие экономисты Кыргызстана, говоря о перспективах евразийской интеграции. Рассказывает Бакут Чермашев. Больше 100 миллиардов сомов потратит Кыргызстан на реализацию антикризисных мер из-за резкого скачка стоимости американской валюты. Первоначально правительство страны намеревалось израсходовать эти деньги на ликвидацию последствий спада экономики из-за пандемии коронавируса. Однако военная операция России в Украине внесла свои коррективы. Внезапный дефицит продуктов первой необходимости, резкое повышение закупочной стоимости импортных товаров и зависшие торговые контракты заставили Кабинет министров решать задачи в экстренном порядке. Мы должны сейчас не допустить очевидного спада в нашей экономике. Мы должны обеспечить те запланированные темпы роста. Соответственно, те меры, которые приняты в антикризисном плане, они направлены на то, чтобы мы выровняли траекторию и вывели уже в тот план действий, в те планы, которые мы планировали в рамках нашей программы 22-26. Но даже косвенный удар по кыргызской экономике из-за западных санкций против России не поставил под сомнение участие Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Мало того, эксперты считают, что подобная ситуация – это новое окно возможностей для расширения внешнеторговых связей. Западные потребители для кыргызских товаров и до этого были практически недоступны, и всё, на что хватало сил отечественных бизнесменов – это редкие стартапы мелких частных компаний. Теперь Европа стала ещё более недостижимой. Однако азиатский рынок по-прежнему готов сотрудничать с российскими предпринимателями, и это желание может сыграть на руку местным бизнесменам. Россия и Азия в какой-то степени, она больше всего для нас является приоритетным рынком, потому что она нам продаёт в том числе и сырьё. А, скажем, развитые страны нам продают только готовую продукцию, к которому мы уже добавленную стоимость никак не можем, так сказать, добавить. Только разрешены торговые сети, но это уже совсем другое. В пользу Евразийского экономического союза говорит и статистика. В январе текущего года во взаимной торговле между странами объединения самый большой прирост экспорта у Кыргызстана – 80%. Общий объём взаимной торговли ЕАЭС за этот период составил 5 миллиардов долларов. Это на 17,3% больше, чем в январе 2021-го. Рост объёмов экспорта зафиксирован во всех странах Союза. После Кыргызской республики идёт Армения – 39%. Впервые после масштабной реставрации павильон «Казахстан» на ВДНХ распахнул свои двери. В честь праздника «Наурос» с гостями приёма, организованного посольством Казахстана, стали послы иностранных государств, российские деятели науки и культуры, представители казахской диаспоры. Зрители не оставили равнодушными выступления ансамбля «Сарарха», солистов Астраханского регионального культурного центра имени Хурмангазы и участников молодёжного концертного объединения «Пианополис». Гости приобщились к казахской культуре, отведав традиционные наурско-же, баурсаки и оценив, конечно же, колорит музыкальной программы, отражающей красоту современного казахского искусства. Я напомню, павильону «Казахстан» на ВДНХ в ходе реставрации вернули исторический облик по эскизам 1954 года. Его территорию увеличили, а у входной арки появились скульптуры окна Жамбыла Жабаева и героя социалистического труда Шаханака Берсиева. В 2021 году павильон был признан лучшим объектом реставрации Москвы. К этой минуте всё. Начинайте и завершайте день вместе с нами. До встречи, вам хорошего дня. С вами был Арстам Балтин.